А вот дом номер 90 на Екатерининской всего за один месяц покрылся огромными трещинами. Все из-за того, что на первом этаже затеяли ремонт. Скоро здесь появится супермаркет. По словам местных жителей, строители срезают металлические конструкции, и по сути весь дом отрезан от фундамента. Здравствуйте, вот это третий этап. Вот эта трещина, она выходит ко мне в квартиру. А дальше она открывается еще больше. Жители дома номер 90 на Екатерининской показывают трещины, которые примерно месяц-полтора назад стали появляться в их подъезде. С третьего этажа поднимаемся на восьмой. Такая серьезная трещина. Она появилась буквально в последний месяц, вот эта трещина. Обратите внимание, вот эта трещина тоже пошла, вот такая трещина. Однако и это не все. Одиннадцатый этаж. Посмотрите, какой лужица здесь. Я вам могу сказать, смотрите. Посмотрите, оно полностью потянуло вот снизу до потолка. И не просто трещина. Посмотрите, какая трещина. В появлении трещин жильцы 90-го дома винят ремонт, затеянный новым собственником нежилого помещения на первом-втором этажах. Раньше там находился спортивный магазин, сейчас хотят построить продуктовый. По словам людей, тут будет сетевой супермаркет АТБ. Хотя с местным ОСМД и контролирующими органами работы никто не согласовывал, рассказывает управляющая домом Альбина Салабай. Была начата реконструкция помещения, которое они приобрели. Разрешительные документы на реконструкцию проводимую не предъявлялись у ОСМД. Со слов их представителя, у нас здесь была встреча с их представителями, со слов их представителя, у них такого согласования с ГАСКом и нет. То есть реконструкция производится самовольно и незаконно. Ремонт начался этим летом, жалуются жители дома. Они сразу почувствовали прилежность рабочих. Оно трещется так, что такое чувство, как будто, я не знаю, трение такое проходит, ну на самом деле. Просто все дребезжит. Дребезжит мало того, чтобы стрежит. Они срезали вот эти металлические конструкции, вот эти жилы, так называемые, да, вот эти металлические, которые крепят эту диафрагму. То есть весь дом, по сути, вот на уровне первого и второго этажа, оно отрезано от фундамента. Это очень чревато, тем более в свете того, что произошло в Италии, да? Землетрясение. 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 И, естественно, что у нас завтра будет. Пробитые стены между первым и вторым этажом здания, внутри этого помещения, были зафиксированы, что демонтированы металлические жилы с диафрагмы. По периметру помещения, которые они приобрели, они срезали все радиаторы. Трубы системы отопления пробиты в нескольких местах. В них попал мусор. Затопили несколько раз помещение, которое находится под ними, в нежилой части здания. Эксперт в области расчетов конструкции высотных домов Кирилл Деколь считает, что нарушение конструкции дома может привести к плачевному результату. Соответственно, это, возможно, приведет к нарушению эксплуатации здания, либо к разрушению. То есть сейчас здание находится в относительно спокойном состоянии, но если вдруг какой-то толчок или что-то, возможно, я же говорю, не разрушение, а изначально недопустимой деформации здания. Ну, а затем это может привести к аварийной ситуации, либо к окончательному разрушению. Усугубляет ситуацию строительство, которое ведется с обратной части дома. Это создает дополнительный фактор нестабильности. А вот по поводу ремонта людям надо обращаться в ГАСКИ Управление архитектуры, говорят юристы. Нужно обращаться в органы архитектуры, потому что они подтвердят незаконность этих действий тем, что не выдавались условия ограничения. То есть субъект не соблюдал эту процедуру, которая предусмотрена законом. Соответственно, у них в составе Управления архитектуры присутствует отдел по контролю за застройкой, также так называемый городской отдел контроля. Специалисты отдела также выезжают на место, имеют полномочия по проверке документов, по проверке проведения работ, по проверке соблюдения норм строительных при проведении работ. Соответственно, будут составлены акты. Именно эти документы в дальнейшем могут послужить аргументом при подаче судебного иска против собственника нежилого помещения.